Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Я ведущая в студии Ирина Чекунова, а теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Татьяна Каминская, начальник отдела организации дознания УМВД России по Тверской области. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. И Ксения Кастерина, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Тверской области. Ксения Вячеславовна, приветствую вас. Здравствуйте. Уважаемые друзья, тема нашего сегодняшнего эфира актуальна. Она актуальна, к сожалению, многие годы. По данным госавтоинспекции, с начала 2024 года, статистика за 6 месяцев года, на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 50 аварий. В этих авариях погибли 8 человек, и 65 получили травмы различной степени тяжести. Мы постоянно говорим о том, что пьяный за рулем сродни убийце. Это бич наших дорог. Как нам, если не искоренить, то хотя бы уменьшить последствия тяжких аварий. И вообще вот этой ситуации на дорогах, когда человек позволяет себе 1, 2, 3 раза садиться за руль нетрезвым, пока не будет поймана сотрудниками госавтоинспекции. И какое наказание несет человек, когда он вновь, повторно, появляя, садится за руль нетрезвым. Вот об этом говорим сегодня. И, может быть, услышим ваше предложение, как искоренить это зло. Давайте, наверное, со статистики, сколько в первом полугодии 2024 года рассмотрено уголовных дел в сфере дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения. Наверное, Ксения Вячеславовна, вы, да? Да. Судами Турской области в первом полугодии 2024 года всего рассмотрено 253 дела в отношении 253 лиц. Все они осуждены, то есть был вынятен обвинительный приговор. В указанную статистику включаются как преступления, предусмотренные статьей 264 Прим УК РФ, так и статьей 264 УК РФ. Чем отличаются эти статьи? Здесь главное отличие – это тяжесть наступаемых последствий. 264 УК РФ предусматривает за собой уголовную ответственность за совершение нарушения правил дорожного движения лицом, который управлял транспортно-средственным состоянием, алкогольным опьянением. И данные действия повлекли либо причине тяжкого вреда здоровью, либо смерть потерпевшего, либо смерть двух и более лиц. Если мы говорим про статью 264 Прим УК РФ, то здесь ответственность наступает за нарушение правил дорожного движения, также лицом, совершившим находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Если он ранее был подвергнутым стратегическим наказанием, это предусмотрено частью 1 статьи 264 Прим УК РФ, а также лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления в сфере безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Здесь конкретно рассмотрена часть 2 статьи 264 Прим УК РФ. О наказании мы поговорим чуть позже, 253 уголовных дела рассмотрено, да? Татьяна Геннадьевна, относительно тех дел, с которыми работает дознание Тверской, мы здесь говорим о другой составляющей наказания, да? Мы здесь говорим уже об аресте и о конфискации машин у злостных нарушителей. Да, приведенная статистика говорит о преступлениях, в том числе как повлекших дорожно-транспортные происшествия, так и о тех фактах, когда дорожно-транспортное происшествие не наступило, но факт управления автотранспортом в состоянии опьянения был зафиксирован в состоянии опьянения, либо за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Вот мне хотелось бы, чтобы Вы подробнее объяснили еще раз нашим уважаемым телезрителям отказ от освидетельствования. В каких случаях, почему это надо делать постоянно и даже тем, кто трезвый? Законодатель предусмотрел изначально административную ответственность за отказ от освидетельствования. Это говорит о том, что если сотрудники ГИБДД предлагают пройти освидетельствование на состояние опьянения, и человек даже чувствует, что он ничего не употреблял, он находится в трезвом состоянии, обязан выполнить требования сотрудников ГИБДД. Как правило, они обосновывают свое требование тем, что поведение водителя может вызывать сомнения в его состоянии, расширенные зрачки, например, могут вызывать сомнения в его состоянии, либо запах алкоголя изо рта. В этих случаях сотрудники ГИБДД, конечно, предлагают пройти освидетельствование. Так вот, его надо проходить обязательно, независимо от того, трезвый человек или в состоянии опьянения, если он отказался от этого требования, то оформляется изначально административный материал и несет административную ответственность, как лицо находилось бы в состоянии опьянения. В последующем за аналогичное нарушение лицо понесет уголовную ответственность по статье 264-1, части 1, для начала. А после осуждения, если это повторится вновь, то уже будет часть 2 уголовно-казуемого деяния. Сотрудниками дознания рассматриваются и расследуются, вернее сказать, уголовные дела, именно предусмотренные статьей 264-й прямовой Уголовного кодекса Российской Федерации. Законодатель, анализируя работу по борьбе с пьяной ездой, из года в год пытается ужесточить наказание, как административную ответственность ужесточали неоднократно, так и уголовную ответственность. Уголовная ответственность была ужесточена в первую очередь, это принятием решения о конфискации транспортных средств, если собственник управлял этими транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, либо отказался от освидетельствования. Вот сразу, если на дело затронулось, разговор пошел о конфискации, статистику приведем попозже. Есть ли он управлял машиной, которая принадлежит официально его жене, его родителям или кому, свату, брату? Значит, ну вот хочу сказать, что конфискация транспортных средств была введена в действие с декабря 22-го года. Весь 23-й год законодатель анализировал, как происходит конфискация, и учитывая, что наши горе-граждане, которые позволяют себе управлять транспортным средством в состоянии опьянения, стали, чтобы не конфисковывали транспортные средства, стали придумывать разные способы. Это оформлять транспортные средства на родителей, на жены, если мужья позволяют ездить в пьяном виде и так далее. Так вот, вышел пленум Верховного суда, который разъяснил суду, ну и, соответственно, сначала нам, органу дознание о том, что если транспортное средство семейное, то оно также подлежит аресту и дальнейшему конфискации в доход государства. Вот вы приводили пример, пока мы готовились к программе, что недавно был случай, подросток управлял, да, нетрезвым, в виде машины, которая принадлежит маме. Да, тем не менее, машина изъята из пользования, ходатайство в суд будет направлено для наложения ареста на это транспортное средство, и в дальнейшем транспортное средство будет конфисковано в доход государства. Вот за первое полугодие по ходатайствам дознания наложено на 127 единиц транспортного средства аресты судами. После рассмотрения дел в суде все эти транспортные средства будут обращены в доход государства. Как это происходит в судах, я думаю, вот... Да, да, то есть вы сталкиваетесь с судами с такими решениями, да, Ксения Вячеславовна? Да, потому что конфискация по данным уголовным делам является как бы императивной нормой и подлежит применению безусловно. В первом полугодии 2024 года судами области конфисковано 92 транспортных средства. У обвиняемых. И главные условия конфискации являются то, что виновный должен совершить преступление именно на этом транспортном средстве. И также данное транспортное средство должно принадлежать обвиняемому. Также, как коллега ранее упомянула, что это предусмотрено в обстановлении пленума Верховного суда, который разъяснил нам, что тут обвиняемый, он может являться как собственником, так и либо это транспортное средство находится в общей собственности с иными лицами, либо общей совместной собственности супругов. Так, Ржевским городским судом рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 24 Прим УК РФ, где транспортное средство, принадлежащее обвиняемому, было конфисковано, несмотря на то, что обвиняемый согласно то, что транспортное средство принадлежит супруге, в связи с чем супруга не отвечает за его действия, и поэтому конфисковать в данном случае транспортное средство нельзя. Давайте мы здесь перерываемся, нам говорят, что у нас технический перерыв, перерыв на рекламу, не переключайтесь, уважаемые друзья, и мы скоро вернемся в это студию. Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня говорим о предотвращении профилактики пьяного вождения и наказании за езду на машине в состоянии опьянения. Ксения Вячеславовна, Вы рассказывали о решении Ржевского суда, да, относительно того, как мужчина говорил, машина не моя, машина принадлежит жене. Продолжим тему конфискации. Да, и в данном случае я все равно конфисковал, потому что конфискация, как я ранее говорила, является императивной нормой, законодательно предусмотрено. Изъятие транспортного средства, даже не несмотря на то, что оно находится в общей совместной собственности супруг. Также конфискация у нас предусмотрена не только транспортного средства, но в тех случаях, когда обвиняемый после совершения преступления продал свое транспортное средство. Он уже совершил и думал, что выйдет сухими знаниями? Да, что ничего не конфискует, потому что нечего конфисковать, он продает это. Однако, у нас законом также предусмотрена конфискация денежных средств, вырученных за эту продажу. И также на Варжевском городском суде также было рассмотрено дело, где обвиняемый продал свой мотоцикл, на котором он совершил преступление, получил денежные средства в размере 50 тысяч рублей. И суд принял решение о конфискации данной суммы, в связи с тем, что автомобиль, отчиненный мотоцикл, он свой продал и изъял данные денежные средства в собственность государства. Помимо конфискации, давайте несколько слов о том, это же еще уголовное наказание суд. То есть он совершает, рецидивист, мы законом отбираем государство, у него на чем он совершил машину, и еще он будет нести ответственность. Да, все верно. Вплоть до реального решения свободы? Да, все верно. То, что санкции статьи 244 при УК РФ предусмотрены различные виды наказания, там от штрафа, обязательных работ, принудительных, до лишения свободы. По части первой, когда это ЛИСО совершило только первый раз, то есть после административного правонарушения, присмотрено наказание максимальное, это лишение свободы, это двух лет. По части второй, где ЛИСО уже имело судимость за аналогичное преступление, присмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. И здесь, а также обязательный вид, дополнительный вид уголовного наказания, как лишение права управления транспортными средствами. Так, допустим, по части второй, статье 264 при УК РФ судами преимущественно назначается наказание в виде реального лишения свободы. Также государственные обвинительные, поддерживая государственные обвинения в судах, также ориентируют суды на назначение данного вида наказания. Поскольку данные преступления, они обладают большей общественной опасностью, человек был ранее осужден за аналогичное преступление, должных выводов для себя он не сделал от ранее назначенного наказания, в связи с чем суды и государственные обвинители просят назначение наказания в виде лишения свободы. Также Бежевским межрайонным судом было принято решение по назначению условного лишения свободы. Мужчине прокурор не согласился с данным решением и обжаловал это в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции согласился с доводом апелляционного представления, удовлетворил его, изменил приговор и назначил реальное лишение свободы данного мужчины. Но это наказание уже хоть что-то может кого-то научит, да? Татьяна Георгиевна, я знаю, что и женщины попадаются. Да, к великому сожалению, управляют транспортными средствами в состоянии опьянения и женщины тоже. За первое полугодие мы привлекли к уголовной ответственности 11 женщин за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Из них одна женщина привлечена по второй части, то есть она уже была осуждена по 264-й, прям 1-й, части 1-й и вносила за руль состояние опьянения. Я хочу сказать, что, конечно, мне казалось всегда, что женщины более разумные, более ответственные, более законопослушные. Но, как показывает жизнь, из правил есть исключения. Но законодатель и суд, вынося решение по виновности данных женщин, назначают им наказание ровно такое же, как и мужчинам, невзирая на то, что они женщины и более слабый пол, как хотелось бы об этом думать. И женщины также и лишаются транспортных средств, и несут наказание вместе с мужчинами одинаковое. Ксения Вячеславовна, у вас были в вашей практике то, что женщина отвечала по уголовной ответственности? Да, конечно, но эти уголовные дела, как бы, встречаются не так часто. Ну да, если смотреть, что, да, из случаев. Но тем не менее. Да, были такие уголовные дела, где по части 2-й, до части 4-й, прямой, также назначалось лишение свободы в случае, если там законно не запрещено. Допустим, было назначать указанное вито наказание, поэтому они несут ответственность также на общее основание, как и мужчины. Здесь нет разделения по половому признаку. Если, Стас, возвращаться к той же статистике, где чаще всего, Татьяна Геннадьевна, какие у нас населенные пункты Верхнего уже фигурируют? Ну вот, самые пьяные. За первое полугодие этого года, анализируя ситуацию по управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, я хочу сказать, что у нас 22 человека были привлечены на территории Конаковского района. От приезжих москвичей в основном, да? Да, как правило, это в основном приезжие москвичи, которые приезжают в выходные дни отдохнуть от городской суеты у себя и позволяют себе садиться, управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Это Вышневолодский отдел внутренних дел, где 21 лицо было привлечено к уголовной ответственности за пьяную езду. Если брать территорию города Твери, то наибольшее количество, это Заволжский отдел полиции, по всей видимости, именно со стороны трассы Заволжского района или по самому Заволжскому району больше всего... Ну там и есть и дачные кооперативы тоже, да, летом. Это позволяет себе граждане управлять в состоянии опьянения транспортными средствами. И Калининский район, 17 лиц мы привлекли к уголовной ответственности, что тоже, я думаю, характеризуется тем, что на территории Калининского района очень много всяких дачных кооперативов, садоводческих, это самое, разных кооперативных организаций, где также приезжают, как правило, на выходные дни отдохнуть от городской суеты в конце недели рабочей, от рабочей недели отдохнуть и позволяют себе управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Либо находятся на отдыхе где-нибудь на берегах водоемов, если особенно брать вот такое жаркое лето, как у нас сейчас происходит. И, соответственно, вот позволяют себе, употребив алкоголь, управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Там же выключается мозг, что ли? А как вообще-то, Ксения Вячеславовна, вот вы присутствуете в судах в качестве государственного обвинения, они раскаиваются, они говорят, куда мы смотрели раньше, потом это раскаяние приходит, да? Хотя, по идее, и второй, и третий раз садятся, да? Чем думали? Ну да, в судебном седании, конечно, до многих приходят, они говорят, что мы раскаиваемся в совершении данного преступления, но, понятное дело, они не могут объяснить, что ими движело при совершении данного преступления, не может быть, они надеялись на то, что, как бы, и так как-то все это, ну, никто не заметит, никто не узнает. Ну, нередки, ну, случаи, когда бывает, что люди, ну, не раскаиваются и не признают то, что... Бывает такое, да? Да, бывает, что говорят, что сотрудники полиции, как бы, там, специально что-то там сфальсифицировали, что, как бы, они ничего не совершали, как бы, пьяными не были, не садились и так далее, и тому подобное. Но это очень редко достаточно бывает, и все-таки, в большинстве случаев, они признают свою вину и раскаиваются содеянным. Ну, только поздно бывает. Хотя, вот, сколько раз, вот, мы обеседовали с сотрудниками ГИБДД, которые приводят статистику, сколько поймано, да, вот, в те же дни контроля трезвости, это значит, сколько предотвращено. Конечно. Это же, это же, это сотни. Конечно, безусловно. И тех, кого сотрудники ГИБДД в период проведения контроля трезвости задерживают и устанавливают состояние опьянения, они же не все сразу подлежат уголовной ответственности. Ведь мы сейчас говорим больше об уголовно-наказуемых деяниях, а ведь те, кто впервые это делает, попадаются и оформляются, привлекаются к административной ответственности, это довольно-таки большое количество все равно граждан, на мой взгляд, проживающих на нашей территории Тверского региона. Но вместе с тем, проводя вот эти операции, это действительно предотвращается более тяжкие последствия от управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Более тяжкие последствия, что показывает и практика. Вот 50 преступлений в состоянии опьянения, 50 ДТП в состоянии опьянения совершенных. А представьте, сколько предотвращено. И то в этих 50, повторим статистику, с начала года 8 человек погибли, 65 травмировали. Может быть, кто-то стал инвалидом после этого. И мне бы хотелось, кстати, в ряде регионов нашей России, проблема-то всей России, к сожалению, с такой инициативой выступили денежное вознаграждение тем, кто позвонил и сообщил, что за рулем находятся нетрезвые водители. Хотя, по словам сотрудников ГИБДД, люди звонят и так, без денежного вознаграждения, потому что это, наверное, гражданская позиция. Конечно, это гражданская позиция, это желание сохранить жизнь и здоровье себе, своим близким, знакомым, друзьям, понимая о том, что от действий такого горе-водителя могут пострадать и знакомые люди в том числе. Не просто незнакомые кто-то вдруг, а и знакомые, и родственники могут пострадать. Поэтому, конечно, это не ставится вопрос, что кого-то там заложить, да, скажем так, а вопрос ставится по-другому, кого-то спасти. И это правильно. Я бы хотела, программа, к сожалению, скоро подходит к концу. Ксения Вячеславовна, ваши рекомендации буквально, может быть, совет тем, кто вот может оказаться в такой ситуации? Вот вы постоянно в судах, вы видите, что происходит с людьми, которые неоднократно нарушали. Лишаются всего? Да, лишаются всего. Единственный совет, просто не садиться пьяным за руль. Как говорится, есть много сейчас возможностей добраться до дома, также такси, там, друзья могут довезти. И самое главное, что все-таки не нужно садиться пьяным за руль, потому что, правда, могут быть наступления каких-то тяжких последствий, то есть наступать смерти, либо причине тяжкого вреда здоровью человеку. И здесь как бы уже ответственность совершенно другая, и более лишение свободы, здесь сроки лишения свободы присмотрены очень высокие. Игрушки закончились. Татьяна Геннадьевна, ваш совет родителям, потому что вот в таких ситуациях оказываются дети, тем более сейчас летом. Вот я бы хотела сказать для родителей, когда вы, уважаемые родители, позволяете своим детям управлять транспортными средствами, особенно когда дети не достигли возраста, не имеют права управления, у вас в доступном месте находятся ключи от транспортных средств. Вы должны понимать, что, первое, ответственность понесете вы, как собственники транспортных средств, если ваш ребенок что-то натворит, управляя транспортным средством. Это раз. А второе, самое печальное, это могут быть страшные последствия от этого управления, либо в отношении иных граждан, которые могут и погибнуть, и получить увечья, а также в отношении вашего собственного ребенка, который может разбиться, и точно так же остаться, не дай бог, инвалидом. И самое главное еще, ваши дети, видя, что вы легкомысленно относитесь к тому, что они управляют транспортным средством, не имея прав управления, позволяют себе в том числе садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ответственность будете нести вы не просто о материальной ответственности, а об ответственности за жизнь и здоровье, как своего ребенка, так и окружающих граждан. И еще раз, если человек осужден, это уже все, это клеймо. Клеймо на всю жизнь. Да, это сейчас судимость, да. Это судимость, безусловно. Это судимость, если ты молодой человек, тем более на всю жизнь. И мы, Коль, говорим сегодня о безопасности, непременное условие преступления, которое становится тоже, как и пьянство за руль, бич нашего времени, мошенничество. Еще раз предупреждение жителям региона. Да, Татьяна Геннадьевна? Да, безусловно. Уважаемые жители нашей Тверской области, про мошенничество вы слышите, ну, я не знаю, как раньше говорили, из любого утюга, телевизор, радио, общаясь друг с другом, вместе с тем, анализируя сводки ежедневно, я продолжаю читать факты перевода и передачи денежных средств мошенникам. Хочу обратить внимание, первое, помните одно, денежные средства вам, как правило, назад не вернуться, даже когда мы поймаем и изоблечим преступников в этой деятельности. С них просто нечего брать, как показывает практика. Это первое. Второе. Вспомните про то, что сейчас проходит операция военная, где воюют наши ребята, которые гибнут, которые получают увечья различного характера. А мы с вами, наши денежные средства, вот таким образом передаем мошенникам, и, как показывает практика, основная их масса находится на Украине. Мы с вами спонсируем украинскую вражескую армию. Подумайте еще об этом. Самый простой способ избежать мошенничества, не общаться, отключать телефон, услышали незнакомый голос, какие-то требования указать счета, про какие-то денежные средства начался разговор. Положите трубку, перезвоните сами, своим родственникам, внукам, детям, если вдруг вам говорит, что это сотрудник органов внутренних дел, любой структуры, ФСБ, МВД, прокуратура, якобы кто-то попал в ДТП. Отключитесь, положите трубку, никто вас за это в тюрьму не посадит и не осудит. И перезвоните, узнаете, так ли это. И вы поймете, что это не так. Это первое. Второе. Прежде чем брать какие-то кредиты, обналичивать и переводить, вы подумайте о том, а чем вы будете возмещать эти кредиты банкам, а вам придется это делать именно вам, потому что вы добровольно оформляете какие-то кредиты. Вот недавний пример, да, у нас, к сожалению, был, вот, пожалуйста, на дне. Да, на прошлой неделе женщина перевела мошенникам 8 миллионов. 8 миллионов, вы только вдумайтесь в эту цифру. При этом это не были ее денежные сбережения. Часть из них была денежных сбережений, остальное были оформлены кредиты и проданное имущество. Поэтому, уважаемые граждане, подумайте обо всем, что вы сейчас услышали. И никогда, никакая организация не будет разрабатывать никаких операций с вашим привлечением ваших денежных средств, продажей ваших квартир. Никакая правоохранительная структура этим не занимается. Ни ФСБ, ни прокуратура, ни МВД. Никакая. Просто вот услышьте это один раз. Не надо производить никаких операций. Ну и к тем гражданам, у которых престарелые родственники, родители, бабушки, попробуйте решить вопросы с банками так, чтобы ваши родственники не могли осуществлять денежные операции со своих каких-то счетов без вашего участия. То есть, ваши телефоны должны быть указаны, связь с вами должна быть. Если вдруг ваша мама, бабушка, прабабушка имеет карточку, на которой имеется большая сумма денежных средств, предотвратите, пожалуйста, последствия, которые восстановить материально будет невозможно. Подумайте все о том, о чем я сейчас вам всем сообщила. Уважаемые друзья, наша программа подошла к концу. Прислушайтесь к советам наших специалистов. Помните о том, что нужно защищать закон. Сначала не садитесь за руль пьяными, не давайте этого сделать своим родственникам, близким, друзьям. И, конечно же, что касается мошенничества, будьте бдительны. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе. Всего доброго. Будьте здоровы, берегите себя.